в быту мы часто используем слова логика логично логика это наука о том как правильно рассуждать делать выводы доказывать утверждение в естественном языке рассуждение связаны самыми разными предметами и понятиями и поэтому изучать их достаточно сложно древнегреческий философ аристотель начал изучать общие правила построения правильных выводов из известной информации которая считается истинной такая логика называется формальной она изучает истинность и ложность логических высказываний отвлекаясь от их содержания логическое высказывание это предложение на любом языке содержание которого можно однозначно определить как истинное или ложное используя это определение проверим можно ли считать логическими высказываниями следующее предложение 2 плюс 2 равно 4 конечно это высказывание мы однозначно можем утверждать истинность этого утверждения вчера жирафы улетели на север конечно данное утверждение является полной глупостью но это дает нам право сказать что оно ложно а значит является высказыванием беги сюда это предложение служит призывом к действию и не может быть ни истинным ни ложным это не высказывание как пройти в библиотеку вопросительное предложение также не может быть высказыванием информатика самый интересный предмет с этим утверждением кто-то согласится а кто-то нет про него нельзя однозначно утверждать истинно оно или ложно и поэтому оно тоже не будет высказыванием договоримся обозначать высказывание буквами и называть логическими переменными при этом если высказывание истинно то значение соответствующий ему логической переменной будем обозначать единицей а если ложно нулем 0 и 1 называются логическими значениями алгебра логики это математический аппарат с помощью которого записывают упрощают и преобразуют логические высказывания и вычисляют их значения высказывания бывают простые и сложные высказывание называется простым если никакая его часть сама не является высказыванием сложные составные высказывания строятся из простых с помощью логических операций рассмотрим основные логические операции. Операция «не». Логическая операция, которая исходному высказыванию ставит в соответствие новое значение, которое противоположно исходному. Для обозначения операции используют следующие знаки. Операцию «не» можно задать с помощью таблицы истинности или графически. Операция «и». Логическая операция, которая двум высказываниям ставит в соответствие новое истинное тогда и только тогда, когда истинны оба исходных. Для обозначения операции используют следующие знаки. Операцию «и» можно задать с помощью таблицы истинности или графически. Для понимания операции «и» можно представить себе простую схему, в которой для включения лампочки используются два выключателя, соединенных последовательно. Чтобы лампочка загорелась, нужно обязательно включить «а» равно 1, «b» равно 1» — оба выключателя. Вместе с тем, чтобы выключить лампочку, достаточно выключить любой из них. Операция «или». Логическая операция, которая двум высказываниям ставит в соответствие новое ложное тогда и только тогда, когда ложны оба исходных. Для обозначения операции используют следующие знаки. Операцию «или» можно задать с помощью таблицы истинности или графически. Для понимания операции «или» можно представить себе схему с двумя выключателями, соединенными параллельно. Чтобы лампочка загорелась, достаточно включить хотя бы один из них — «а» равно 1 или «b» равно 1. Вместе с тем, чтобы выключить лампочку, необходимо выключить оба. Логические операции в логическом выражении выполняются в следующей очередности — «не», «и», «или».